Ах, какой луид ночный, аргапар весовиканька, бишкебим, бишкебим, бишкебим! Не часто в Бишкеке встретишь матроса, поющего на кыргызском языке, даже возле национальной филармонии. Поэтому сфотографироваться с артистами Черноморского флота хотели как молодые девушки, так и ветераны, пришедшие послушать их выступления. В Бишкеке артисты этого коллектива уже чувствуют себя как дома. Несколько лет подряд посольство России в Кыргызстане приглашает их на встречи с нашими любителями военных песен. Но на этот раз программу подготовили не совсем обычную. Ежегодно, традиционно, в преддверии Дня защитника Отечества мы посещаем чудесную Кыргызскую республику уже на протяжении шести лет. Мы уже сюда ездим как домой, мы уже тут много что знаем. Даем концерты для военнослужащих, которые проходят здесь, службу, наши, в том числе и местных военнослужащих. Организуем концерт в прошлом году, это был оперный театр, в этом году филармония. У нас в каждой программе сюрпризы происходят. Есть, значит, у нас выучили две композиции на кыргызской музыке. Вот привезли сюда очень мощную половецкую пляску из оперы «Бородина». Да, поэтому есть на что посмотреть. Концерт ансамбля Черноморского флота некоммерческий. Билеты посольство России раздавало бесплатно. Послушать артиста в форме смогли общество соотечественников, школьники, воспитанники интернатов и представители организаций, сотрудничающих с посольством. В программе ансамбля военные песни разных лет. Это как зарубежные хиты, так и отечественные композиции. Все от классики до джаза и патриотической лирики. Все нравится. Я уже третий раз хожу. С удовольствием смотрю. Очень нравится. Молодцы ребята. Я сама из России. Да, это очень хорошо, что приезжают хоть напоминать, кто служил. Мы все служили. Советская армия на флоте. Это очень приятно. И порвается эта связь. Солдатские свидания. Всегда было приятно слушать нам, кто отслужил. Вчительница приглашала. Купила билеты, а мы сюда приехали. Думала, будет скучно, но хорошо. Артисты порадовали зрителей не только вокальными талантами, но и виртуозной игрой на музыкальных инструментах. Особое место в программе занимают и танцевальные номера. Как рассказали артисты, в прошлом году их коллектив победил в конкурсе военных ансамблей. Для программы был выбран не совсем обычный для военных артистов номер. Сцена из оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Часть этой программы артисты представили сегодня и на сцене нашей филармонии. Всего в Кыргызстане артисты Черноморского флота России дадут три концерта. Кроме организации соотечественников, послушать военные песни смогут военнослужащие кыргызской армии и ветераны, а также военные авиабазы в городе Кант. Игорь Потанин, Турган Ниязов, НТС.